Всем привет! Очень много людей просили в комментариях рассказать про организацию из мира SCP под названием «Инициатива Три Луны». И мне даже стало интересно, что же такого интересного в этой организации, раз её так просят. Забираемся в лор SCP так далеко, как это ни делал вообще никто на ютубе. Для начала это одна из немногих организаций, с которой фонд открыто сотрудничает, так как в целом у них общие цели, и это не просто так. Однако руководство SCP смотрит на Три Луны с некоторой опаской, и у этого тоже есть весомые причины. Главный объект для этой организации это SCP-2922. По своей сути SCP-2922 это приложение для мобильного телефона, которое позволяет осуществлять звонки. Способ которым телефон устанавливает связь при использовании приложения неизвестен, и похоже является чем-то паранормальным, возможно телепатией. Но самое интересное это даже не это, а то, куда удается с такого телефона дозвониться. Учёный фонда Джанет Шпигель, которая изучала это явление, разбилась в автокатастрофе, но позже позвонила на этот телефон с установленным приложением, и рассказала, что находится в загробном мире, на небе которого видны Три Луны. Для исследования этого мира, фонд SCP сразу же организовал МОК Омега-16, рыцарь Грааля, и создал проект Корбеник, в ходе которого было выяснено, что в измерение трёх лун можно попасть не только посмертно, но и впав в кому. Так МОК фонды этот мир и исследуют, находясь в коме. Далеко в изучении этого мира фонд не продвинулся. Стало известно, что в нём большую часть времени невозможно умереть. По нему, помимо умерших людей, бродят огромные существа, похожие на обезьян, которые иногда развлекаются тем, что давят попавшихся на пути людей. Впрочем, те быстро восстанавливаются. Гигантские обезьяны, похоже, являются местным населением, и не слишком любят чужаков. Впрочем, сами первые тоже не нападают. Человеческие же жители этого мира развлекаются как могут, ведь ввиду своей неуязвимости они могут устраивать себе приключения любой степени безумия. Погибнуть в этом измерении в большинстве ситуаций невозможно. Но всё же причудливые законы этого мира иногда допускают. Как бы отключение этого читана бессмертия. И некоторые местные жители умеют это проделывать с другими. В особенности в этом преуспели местные обезьяноподобные жители. А смерть в этом мире равна полному распаду личности. Потому операции фонда нередко заканчиваются потерями среди персонала. Кроме того, многие агенты фонда просто отказываются возвращаться обратно. Затянутые там вечные удовольствия, которым придаются сообщества местных людей. Таких уже вывести из кома не получается. По этим причинам у организации не выходит продвинуться существенно дальше точки входа в это измерение и полноценно исследовать его. Всё, что узнал фонд, это то, что все новоприбывшие оказываются в пустыне и разбредаются в разные стороны, попадая таким образом в разные причудливые места. Далеко не все, кто попадают в мир Корбеника, являются людьми. Также туда попадают уничтоженные древние боги и различные чудища. Так что жизнь там кипит, и на каждом шагу встречается что-то довольно странное. Например, безумные культы, собранные вокруг этих пришлых божеств. Попавшие в тот мир чаще всего не могут его покинуть. Однако иногда так случается, что кое-что приходит оттуда. В один прекрасный день фонд SCP столкнулся с таким явлением, что политики разных стран вдруг падали на землю, пронзённые от макушки головы до паха на вылет странным снарядом. Общего у этих политиков было только то, что все из них намеревались совершить какое-либо преступление против человечества. Например, восстановить рабство, подавлять мирные протесты, контролировать независимые СМИ или совершать военные преступления. Возможно, SCP бы не обратил внимания на это явление, но ни одна известная организация в мире не была к этому причастна. Кроме того, политики эти получали на электронную почту письма с просьбой одуматься, источник которых никак не удавалось установить. Фонд начал расследование и обнаружил на орбите спутник с нанесённым на борту символом трёхлун, который обстреливал свои цели из космоса металлическими прутами. В ходе этого расследования трёхлунная организация сама обратила внимание на фонд и получила доступ к его базам данных, в результате чего не только всё узнала о фонде, но и даже уничтожила один из объектов, который подходил под описание цели этого устройства. После этих событий три луны начали действовать активнее и стали отправлять на землю роботов, задачей которых было устранение маньяков, членов радикальных политических организаций, отрицающих ценности современного мира, всяких культистов и, что самое интересное, противников фонда SCP, а именно повстанцев хаоса. Помимо устранения неправильных политиков, загадочная трёхлунная организация занималась общественной нравственностью. Например, объект SCP-3922. Это устройство, которое, оказавшись неподалёку от телевизора или компьютера, меняет сюжет художественных произведений так, что в них появляются бойцы в противогазах, имеющие при себе мощное оружие, которые изменяют сюжет в таком русле, что добро немедленно побеждает. Совсем плохих персонажей, таких как Джокер из Бэтмена, расстреливают на месте. Над спорными проводят суд. Всех пострадавших отправляют в реабилитационные центры, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В произведениях, где не показаны нарушения прав человека, добавляются вооружённые бойцы этой организации, которые охраняют общий покой. Во время исследования этого объекта была замечена связь с миром Корбеника. Ведь персонажей, которых предполагалось судить или перевоспитывать, по изменённому сюжету произведений увозили в тот самый загробный мир, который фонд исследовал посредством МОК Омега-16. Стало понятно, что в Корбенике есть некоторая организация, которая обозначает себя тремя лунами. Она очень позитивно воспринимает ценности современного развитого мира и всячески их поддерживает. При этом она не может попасть в наш мир напрямую, а лишь отправляет различные высокотехнологичные устройства и постепенно внедряется в системы связи нашего мира. Например, в SCP-3768 описывается радиостанция, обещающая прямо из загробного мира. Также три луны смогли наладить устойчивую связь между потусторонним миром и нашим интернетом. Они нередко пишут различные послания, чаще всего пользуясь электронной почтой. И тут я подумал, а ведь это отличное обоснование для всякой крипипасты популярной, где разные нежить пишут в интернете из загробного мира. Кстати, во вселенной SCP такое тоже есть. Например, тот же SCP-1715 интернет-друг. Да и просто в интернете таких историй можно найти огромную кучу. SCP-крипипаста унифицирующий. Благодаря такой переписке между SCP и Тремя Лунами были установлены дипломатические отношения. Сама организация эта происходит изначально не из нашего мира, так как в SCP-4578 рассказывается о человеке по имени Жерард Ньянг, который в нашем мире просто обычный человек. Но в каком-то другом, параллельном, он является лидером тех самых трех лун. То есть в нашем мире эти три луны даже не появились. Чтобы понять, что такое три луны и откуда они вообще взялись, нужно немного отойти от объектов и погрузиться в рассказы. Лучше всего суть происходящего объясняет рассказ «Полное принятие», который повествует о параллельной реальности, в которой начался конец света. Но один из сотрудников фонда SCP в том мире не пожелал смиряться с наступающим концом и решил использовать аномальное устройство, известное фонду как SCP-3319, которое должно было унести планету в безопасную часть космоса, чтобы спасти себя и других. Звали этого сотрудника, собственно, Жерард Ньянг. Так что в плане просто передвинуть Землю и убрать ее с пути конца, все явно пошло как-то не так. Вместо переноса в крабовидную туманность, как это изначально замышлялось, их мир слился с каким-то другим, где уже жили различные существа. Например, гигантские обезьяны, названные топтунами, или некий монстр, прозванный Слоновьем Королем. Там выжившие и не потерявшие рассудок сотрудники SCP создали организацию «Три Луны». Но самое дикое это то, что образовавшийся после слияния двух вселенных мир стал каким-то образом вбирать в себя сущности всех умерших в нашем мире. То есть стал фактически загробным миром. То есть да, все кто умирают во вселенной SCP попадают в этот Корбеник и существуют там вечно, слоняясь по его пустыне и прочим биомам. А сам Три Луны это загробный фонд SCP получается, который немного реорганизовался и изменил сферу деятельности. Кроме трехлунного аналога SCP в Корбенике живет и множество других сущностей. С некоторыми из них инициатива Три Луны смогла наладить общение. Например, с паукообразным полубожеством Джаллакара из Непроницаемого, который в обмен на высокий пост в организации и статус бога-покровителя делится своей силой, знаниями и прочими доступными ему ресурсами. Описываются и многие другие существа. Какие-то дружелюбны, какие-то нейтральны, а какие-то враждебны к пребывающим в этот новый загробный мир людям. Некоторые из них даже пытаются попасть в наш мир, но это им не слишком удается. В общем, вот организации из мира SCP под названием Инициатива Три Луны. Отличный такой сеттинг, по-моему, для какой-нибудь игры. Немного мистики и абсурда, и даже небольшой неожиданный поворот. А какие еще организации остались неразобранными? Пишите в комментариях. То, что наберет больше всего комментариев, то и будем разбирать в следующих видео по организациям. Всем пока!